Если там какой-то сервер перезагрузится, ваш последний твит не будет заполнен. Это небольшая проблема. То есть в принципе с точки зрения бизнеса, если у тебя идет поток клиентов, и каждый тысячный недовольный, ну и чёрт с ним. То есть если хорошо реклама затягивает клиентов, ну вот там в принципе форум, да, мы там писали один очень популярный форум. Вот, было много клиентов, они там сидели, набивались что-то там, обменивались сообщениями. И когда у вас была новая версия, просто прям боевой сервер выключали, уложили новый варник и поднимали. И плевать мы хотели, что наши клиенты 30 секунд форумом не могли пользоваться. Идея простая. Этих клиентов было до чёрта, несколько сотен тысяч человек. Форум популярная телепередача. Если мы конкретных людей, которые сейчас на форуме, их там 500 человек, кто-то успел за эти 30 секунд, он недоволен, ну и чёрт с ними. То есть нам усложнять административно проблему выкладки новой версии, чтобы что, на 100 тысяч человек у нас будет ещё 500 клиентов, или эти 500 уйдут от нас, форум конкретной телепередачи. Куда они уйдут? Это главный форум для телеканала ТНТ. Это же можно делать ночью, когда все сходят. Можно. Это же ночью на работу выходить. Лет в Москве, мы тут. Дело в чём? Когда мы пишем что-то социальное, веб 2.0, может окажаться, что каждый клиент приносит нам одну копейку. Кто-то в рекламу посмотрел на одну копейку. У нас их миллионы. Кроме того, они обвинются какими-то дурацкими данными. Если мы потеряем часть данных, это не очень важно. Похожая вещь, это же интернет-магазин. Человек положил в корзину покупок 10 товаров, и у него 3 пропало. Если это происходит непостоянно и очень редко, у некоторых людей, ну и чёрт с ними. Ну, то есть, ну, я положил в корзину покупок, купить, 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 а потом бах, в корзине меньше. Идёт больше. Вот, кстати, как проблемят в супермаркете, да? То есть, ты принёс товар, и пип, такого товара нет. Вы не можете взять, мы ещё не пробили. То есть, небольшая проблема. Если же мы говорим про банки, то там без транзакций очень плохо. Если у нас нет дюрабилителя, то есть, время от времени данные теряются. То это чудовищная проблема, потому что для банковского ПО, когда я работаю с числами, число равно 1 доллар или 100 миллионов долларов, с точки зрения жавы числа не отличаются. Выполнится один и тот же пункт. Соответственно, один раз я могу потерять транзакцию на 1 доллар, а другой раз на 100 миллионов долларов. И поэтому банковское ПО без транзакции практически не может. Вот, желательно эти свойства знать наизусть, ну, что знать, википедию почитать. И различать 4 уровня изоляции. Потому что, оказалось, все базы данных их реализуют. У них разные качества. Они чётко выстроены в иерархию. То есть, serializable самый сильный. Ну, то есть, всё, что происходит при serializable, может выполняться и при более слабых уровнях. Но там ещё чуть-чуть немного дурацких историй добавляется. Дальше ещё, ещё, ещё. То есть, там чёткая иерархия. И суть в том, что чем крепче у нас уровень изолированности, serializable самый крепкий. Он означает, что когда я работаю с системой, я, а, не замечаю, что существуют другие клиенты, и мне кажется, что все мои транзакции будут одна за одной. И мои транзакции с другими клиентами тоже будут одна за одной. При том, что в реальности оба мои, и мой скейт, и скейт другого человека, который тоже установил connection в этот же сервер, выполняются одновременно. Но он и самый медленный. То есть, получается, что чем безопаснее я работаю, если уровень я выбираю serializable, то тем медленнее я работаю. Для обеспечения этой огромной уровни изолированности транзакции приходится тратить кучу ресурсов, и работаю я медленно. Ну, скорость может там быть 2-3 раза отличаться. Если я ставлю read on committed, то у меня скорость вырастает. Но, возможно, очень странные феномены. Конкретно read on committed допускает dirty read. Если еще одна транзакция стартовала, начала что-то добавлять в базу. И я стартовал, я вычитываю, я эти штуки увидел. Я клиентую, да, да, есть такое. Если я делаю commit, то в этот момент эта вся система материализируется. Она записывается в плановую систему, она появляется. Если же он делает rollback, то у него все действия, абсолютно все. До начала транзакции отменяются, как будто их вообще не было. А если я здесь эти объекты увидел, я ответил клиенту, что да, да, такой товар есть, давай деньги. И он дал деньги, перевод товаров отменили, и все. Он и обращался, и говорю, нет, никаких товаров нет, базы нет, и никогда не было. Ну, то есть, поэтому посчитайте. То есть, в реальности, даже при самом простой работе, надо явно это указывать. Все, еще пять минут и заканчиваем. Statement. Exhibit clave. Еще небольшая штука. Так, вот я не установил. В майскеле, ну смотря какой движок. Винодб есть. Ну, в майскеле плагинная структура. Само хранилище на винте, оно есть майскеле, он один из всех. А есть движок таблиц. Их там штук шесть популярных. Два самых популярных, которые здесь пользуются, это майсам и инодб. Вот, в инодб вообще нет транзакций. Там как будто автокомиссия, да, труд. Ты что не сделал? Каждый скелк записывается в файловую систему. Роллбэка нет, отменить нельзя. Много действий сделать в пачку нельзя. То есть, каждый скелк тут же срабатывает. Это хорошо, например, когда у меня есть таблица логов. У меня каждый инсерт таблицу логов отдельная запись. А есть движок и на дб, который является, по сути дела, версионником, как будто очень-очень ослабленной версии Oracle. И поскольку он версионник, то у него стереолайзер был есть, но он не совсем настоящий. Он чуть-чуть и не до стереолайзер был. Возможны комбинации скелей, которые продемонстрируют, я могу из одного коннекшена слегка увидеть другой. Так вот, и еще, что стоит посмотреть, делаем daily. В предыдущем случае я из коннекшена получал statement. В предыдущем я получал statement. Я коннекшену сказал create statement. Получил statement. Ну, не keep, вот. Java SQL statement. Ему дал SQL, целиком уже готовый. Он мне выполнил. Он вернул result set. Кроме того, у коннекшена есть еще. У коннекшена три способа посылать запросы в базу данных. Это statement и его наследники. Prepare statement и Collable statement. Collable statement это способ вызвать хранимую процедуру в базе данных. Здесь у нас многие базы данных поддерживают следующую хитрость. Хранимая процедура. У базы данных может быть встроенный язык программирования, ее собственный. Например, у MS SQL сервера – TSQL. У Oracle – PLSQL. Я могу на нем написать программу в процедурном стиле. Сохранить базу данных. И потом из GDBC ее вызвать. В принципе, это делают иногда для ускорения. То есть вообще, говоря, писать без ислоги в базе данных – не очень хорошая идея. Это хранимая процедура. А Prepare statement – это некоторая оптимизация statement. Смотрите. Самое главное, в моем случае, если я один раз использую, мне лучше… Так, сейчас объясню. У Prepare statement есть несколько отличий от statement. Первый – это штука двухфазная. Я сначала создаю Prepare statement и даю ему scale, только не закончен. Это некорректный scale. Попростенный знак, то есть scale, если я базу накинул, он ругается. В данном случае, это специальный символ GDBC. Как бы. Я говорю… А? Он имеет, то есть… Не, я могу много делать. Where, and… Ну, и тоже будет вопрос, и я не знаю. Да. And, name, равен. При этом, если GDBC драйвер поддерживает при компиляции не все GDBC драйверы, не все базы данных и GDBC драйверы, то есть это пара, в данном случае надо говорить про пара, поддерживает при компиляции. Ну, вообще говоря, вот в верхней строчке мой GDBC драйвер коннектится к базе данных, пересылает ему эту незаконченную scale с дырками, база данных анализирует, она смотрит, это корректный scale. Окей, меня устраивает. Только они недопределены данные. Но мы по всем знаком V они можем заменить. Можно заменить только данные. Тара-та-та равно тому-то. Тара-та-та бетвин то-то и то-то. Тара-та-та меньше того-то. То есть именно сами данные. Ключевые слова SQL, я не запросил меня так, я не знаю, занять. Она анализирует. При этом происходит, как выполняется SQL вообще. В базу данных приходит текст. Select, звездочка, from, table name. Первое. Нужно SQL проанализировать. Просто прочитать строку. Это Select, Update, Delete. SQL может здоровенно. Прочитать надо. Распарсить. Второе. Ее, в общем-то, надо скомпирировать. Что это значит, только база данных знает. Все равно столько разобрала, и надо как-то отреагировать на это. Третье. Она строит Execution Plan. База данных решает, каким образом она выполнит этот escape. У меня может быть Select с очень сложным V. А у нее очень много индексов. И база данных думает, какие она индексы использует, чтобы это V на таблице в 100 миллионов записей сделать. И третье. Это непосредственно выполнение. Так вот, если я использую Statement, я посылаю Scale. И все четыре фазы происходят здесь. Пришел результат. Если у меня Preparate Statement, то у меня SQL она уходит сюда. Первые три фазы, включая составление Execution плана, создаются. И в базе данных теперь есть. У меня здесь это Preparate Statement. Ему соответствует через Connection, какая-то там связь, как-то они договорились. Ему соответствует план выполнения запроса. База данных уже скомпилировалась с Квелиной и решила, как она будет выполнять. И теперь, когда я делаю Execute Update, смотрите, я теперь дырку забиваю. Я говорю, первую позицию поставил ID. Но ID у меня аргумент. При этом, каждый раз, когда я делаю Execute Update, у меня идет и выполняется только четвертая фаза. Там уже есть план выполнения запроса. Прочли данные, выполнены, собернулись данные. Это хорошо, когда я один и тот же SQL, но с разными данными выполняю много раз. Если бы я хотел вставить тысячу юзеров. У всех тысячи юзеров будут идентичные SQL. Только будут разные username, user ID, username, user ID. Идея, что база данных каждый раз распарсила в этой SQL и составляла план запроса, куда, как ей вставить, какими индексами пользуются и что изменение, не очень хорошая. То есть, используя Prepared Statement, я решаю проблему, что у меня сложная фаза работы базы данных делается один раз. А потом, если бы я вставил тысячу юзеров, я бы в цикле, вот тут бы цикл сделал. Set, set такое ID, execute, set, execute, set, execute, set, execute. То есть, вообще говоря, там на большом количестве юзеров вроде как на ороке ускорение раз в 5-10. То есть, оказывается, что сама вставка юзера непосредственно физически, сохранение файловой системы, занимает не так много, как решение базы данных, как она эту скейль будет выполнять. Вторая вещь, которая помогает, Prepared Statement позволяет бороться со скейлинг-инъекцией. Если я делаю statement, statement я должен дать готовый скейль, и он уходит в базу данных. Получается, что, допустим, если я конкатинирую скейльный строк, я хочу вставить юзера, а в юзера есть name. А юзер в виде своего имени ввел готовый скейль уже. Получается, что если я буду просто конкатинировать строки, я возьму юзернейм, а пользователь, это скейлинг-инъекция, в качестве своего имени ввел скейлинг, я ее приконкатинирую и пошлю в базу данных скейль, в котором часть написал я, а часть не передал юзер. При этом возможны всякие хаки. Если я использую Prepared Statement, то тоже с этим борется. У него, во-первых, компилятор проверит, ага, это дырки, при компиляции решит, так, v id равен. Оно знает, то есть оно когда первый раз, когда это выполнен, когда выполнен, оно вернется, и оно будет знать, что тут одна дырка, и для этой дырки подходит только int, потому что id типа int. Теперь, я говорю, поставить в первую дырку int такой-то. Если я пробую сделать setString, у меня выкинется исключение. А если типы не совпадают, джаби и базе данных? Может драйвер накручивать, типы почти совпадают, добавить несоответствие. Вот так, begin, тут, gdvc-драйвер можно накручивать и ставить мапперы типов туда-сюда. И теперь выполняем. То есть вообще говоря, если бы тут была v name равен то-то, я ставлю setString, то если в качестве стринга попробовали поставить SQL, его скорее всего там бы, как это, escape синтаксис. То есть его взяли в кавычки, и он был бы просто тут строкой. То есть mySQL на том бы конце не воспринял его как проложение SQL. То есть он бы взял его скорее всего в кавычки, все там специальные символы как-то заэкранировал, точки запятой, все закрыл и все. Так, ну собственно говоря, пора заканчивать. Да, и очень краткий итог. То есть, что получается? У нас есть GVM. Это как бы реальность данная, как факт, нам ощущение. GVM существует. Существуют революционные базы данных, которые тоже существуют сами по себе. То есть по большому счету GVM делалось не для баз данных, базы данных делались не для GVM. Это разные производители, которые живут своей жизнью. Но в принципе они не совсем против друг друга, потому что и те, и другие хотели продавать свои продукты банкам, или страховым компаниям за чудовищные миллионы долларов. Поэтому они между собой не сильно ссорятся, но и не сильно друг другу помогают. Тут очень разные типы, очень разные модели, которые тяжело согласовать. Там данные реальционные, тут объектно-регированные. Наследование есть, а там есть внешние ключи. Ну то есть, вообще другая штука. Так вот. Поэтому они договорились и ввели некоторые общие знаменатели. И договорились его распилить на две части. Первая называется GVC API. Это набор классов, который входит в GDK. GVM это тот, кто выполняет наши программы. А GDK это больше набор классов, которых в GVM нет. Тут garbage corrector, тут кто-то, кто выполняет new. Вместе с GVM поставляется GDK. Набор классов. Java LAN, JavaUtile, Java SQL. У них есть GDBC API. Набор интерфейсов для работы с реферационными базами данных. В ответ, производители базы данных, или какие-то, ну, чтобы общаться с базой данных, база данных точно делает какой-то открытый протокол. Или закрытый. Ну, в любом случае, она как к ней можно обращаться по сети. Начинаю понимать, что, например, Oracle появился намного раньше, чем GDBC. А когда он появился, у них возникла проблема, что когда он стоит на сервере, она с ним как-то общаться. То есть, какая-то, запускаешь консольку, она по какому-то протоколу ходит по TCP и посылает туда SQL, а затем вытаскивает данные. И теперь кто-то, может быть, производить базы данных, может быть, свободный товарищ. Конкретно GDBC драйвер для MySQL, я могу ошибаться, Connector G, написал какой-то товарищ в Open Source, и он был такой крутой, что MySQL попросила его им подарить или купила, я не знаю. То есть, какой-то человек взял и реализовал это API, видит GDBC драйвера, конкретного драйвера, который умеет, с этой стороны он выглядит как Java классы. Java SQL driver, Java SQL connection, Java SQL result set. А этим концом он как-то входит в базу данных. За счет этого возможно, что мы из GVM вызываем базу данных. Связь односторонняя. Мы клиенты, а не сервер. Мы их вызываем, они отвечают. Назад нас вызвать никак нельзя. GDBC API не позволяет в базе данных ничего сообщить нам. Из-за этого возникают нехорошие проблемы. Кто-то другой через свои каналы пишет в базу данных. И вы бы хотели, чтобы в базе данных наше Java приложение дергало и сообщало, что что-то получилось. Нет. Модель асимметричная. GDBC API четко работает как request response. Я спросил, получил ответ. Спросил, получил ответ. Если у них есть ответ, если я не спрошу, я его не получу. Я не могу так настроить GDBC API, чтобы каждый раз, когда в таблице появлялась новая запись, мне сообщали. Мы можем полинг сделать, да? А? Полинг. Селект полинг каждые 30 минут. Ну да. Выложите с этого. Это первое, что надо понимать. Второе общее. gdbc.ip это вид с точки зрения Java объектов, которые лежат в базе данных. То есть gdbc.ip не объектно ориентированное. У тебя у класса есть наследование. У тебя у юзера наследует супер-юзер. GDBC на это как бы плевало. Оно позволяет тебе создать какую-то штуку, чтобы послать туда SQL. Назад пришел результат SQL. Вот тебе на result set. Ты хочешь объект? Сам бери. Вот я там по result set кручусь. Выдираю из него данные. Сам собираю свой ответ. Я из результата селекта, из result set собираю своего юзера. Соответственно все жутко утяжеляется. Когда оказывается, что у юзера, то есть юзер это таблица, на которой куча ключей. Откуда куча ключей? На другие таблицы. То получается я сам вручную строю жуткий SQL, посылаю. А назад я получаю реализационные отношения. А я говорю, не-не-не, мне нужен юзер, а также все его дети. К детям нужны их домашние животные. Между детьми какое-то отношение, они там любят или не любят. Компания. Она говорит, не-не-не-не-не. Туда SQL, назад таблица. Выковырив сам туда детей, кто с кем как соотносится. То есть это мне... То есть надо понять, что это объекты базы данных. Вот так видны в Java. Мне это неудобно. Яркий пример, когда я... Смотрите, чего я хочу. Я себе объясняю, что сейчас врутились сюда еще уровень, который называется JPA. JPA это API. А конкретная реализация это хиберней. При котором я вижу объекты базы данных, как будто они объектно ориентированы. То есть, смотрите, когда я делаю select user by ID. Я хочу иметь такой метод. Я им даю ID пинтовое. Оно мне возвращает юзера. А у юзера есть, например, поле жена, тоже юзер. И у них есть поле компания, в какой я работаю. А у компании, в которой я работаю, есть босс, есть адрес, есть счета. Я хочу с точки зрения ООП. Когда я выполняю такой метод, я дал ID пользователю, а назад получил пользователя, у которого есть поля объектно ориентированные на другие штуки, у которых тоже есть поля. Я на самом деле хочу, когда я делаю это ID select, делать как бы такой супер-супер join, чтобы все данные вытащились. Мне в ООП выгодно. Когда у объекта есть поле, а у него есть поле, у него есть поле, у него есть поле. Но проблема в том, что в ООП это все выглядит красиво. Но как только я прохожу базу данных, она говорит, ну окей, пиши этот SQL. Join'и все эти таблицы. Хорошо, это еще можно написать. Худшее, что происходит, когда ты вытаскиваешь, диалетат одного select, это таблица. Надо расковыривать, кто там чьи дети, где чьи поля. Чаще всего это вырождается в большое количество запросов. Так вот. Hibernate и GPA в целом. То есть GPA и Hibernate такое же разделение, как у нас. GPA это API, хибернетчная реализация. Это попытка видеть объекты базы данных только в объектно-ориентированной модели. Поэтому вот этот класс инструментов называется ORM. Object Relational Mapping. То есть объектно-ориентированное отображение. Тут модель объектная. Тут модель реализационная. Сюда спрашивают Pesker. Здесь хотят спрашивать методами. Не хотят никак про какой-то joint знать. Внешнее соединение, внутреннее, left, join, ar. Не надо. Хотят просто select by id. Хоп, получили юзеров. Search by name. Хоп, получили лист юзеров. Но главное, что вот эта штука полностью работает через GDBC. Еще две вещи. Вот в чем нам повезло. То есть в чем не повезло джавистам. У нас открытая достаточно инфраструктура. Насколько я понимаю, по сравнению с C-шарпом. И по сравнению с всякими там Ruby, Python. У нас кто-то придумывает API. Зачастую это компания Sun. Иногда она не поражает. Справляется проблематика. Нам нужен ORM. Нам нужен кто-то, кто реализационные штуки вытащит в виде объектов. И тут же open-source сообщества, коммерческие компании, на перегонки начинает порождать. У нас есть хибернейт, есть топлинк, есть openGPA. Куча реализаций, которые между собой очень не очень совместимы. Это бесплатно, это коммерческо, это ломается, это с поддержкой, это без поддержки. Они там сливаются, другого порождают. Поэтому у джавистов намного больше фреймверков. Можно перейти из одной конторы в другую, которая пишет то же самое, вообще то же самое, только на других фреймверках. Вот вместо хибернейта у них топлинк. Штука почти такая же. То есть буквально главы в книге одни и те же. Классы другие. Все. Топлинк сделали одни пацаны, это сделали другие пацаны. Сервер. То же самое. То есть куча разных артистов. На фронтенде вообще хана. Там есть десяток разных несовместимых межиссовых фреймверков. GSF, Wicked, GVT. То есть в этом месте нам как бы не повезло. То есть очень тяжело накапливать экспертизу. Переходя из конторы в контору, другие фреймверки и все. Но на самом нижнем уровне компания сам все-таки создала все правильно. Хитрость в том, что фактически единственный способ ходить в базу данных это GVBC. Из-за того, что GVBC это таки договор между компанией сам и всеми производителями революционных баз данных. Во всех коммерческих проектах, что я встречал, к базам данных ходили через GVBC. Сверху можно накрутить что угодно. Хибернейт, не хибернейт, неважно. Хибернейт напрямую не обратится к базе. Он будет делать GVBC вызовы. То есть в конце концов, если мы тут вклинимся, мы можем просто смотреть, когда я делаю запросы через помощь хибернейта, какие parent statement он делает, какие SPL посылает, какие result set вытаскивает. То есть мы всегда можем вклинить центру и просто смотреть, что происходит. Это раз. И второе, они сервлет API. У сервлет API только одна проблема. Оно может быть достаточно медленное для огромных нагрузок. Но опять же, во всех коммерческих проектах, что я видел, используется сервлет API. То есть получается, вот моя Java. Java может быть что угодно. JBoss, EGB, WebSphere, WebLogic. Там за всю жизнь половину не изучишь. То есть просто нет смысла. Куча тут разных фреймверков. Какие-то логеры совершенно разные. Какие-то... Вот тут уже штука, которая высокоровня генерит вьюшку. JVT, GSF, Wicked. Три конкурента несовместимые с собой никак. Вот тут. Для работы с данными. Но непосредственно штука, которая генерит HTML, сервлет API, и штука, которая генерит вызовы в базу данных, JDBC, они стандартный фактор. То есть получилось, что вот эти штуки, как Java Core. То есть странно работать на Java и не использовать Java коллекции. То есть по той простой причине, что просто он в JDBC API их возвращает. То есть Java Core, в любом случае, знать. Хоть Android, хоть не Android, например. Хоть у вас G2E. Вот эти API надо знать, потому что вот эти концы, они зажали. Это стандарты. А дальше начинается вот эта чудовищная экосистема Java, где просто вот эти десятки фреймверков между собой несовместимых. То есть в принципе, поэтому эти две штуки, на любом случае, знать, если вы G2E идете. И возможно, это было... То есть такое решение компании Sun обеспечило такую популярность Java. То есть получалось низкоуровневые штуки, которые всем нужны. То есть ходить в базу данных и рендерить в броузер что-то. Они стандартизовали. Они не запретили делать другие реализации. Просто они так хорошо прописали стандарт и тут же сделали реализацию. И стандарт настолько хорош, что у сервлета API, у G2E фактически нет конкурентов. То есть все ими пользуются. Они очень удобные, очень быстрые, хорошие все. А дальше они как бы стандарты не ввели. Или же, я не знаю, как получилось, хотя не воль стандарты, G2E, это стандарт общения с данными. Тут он, EGB. Тоже стандарт в бизнес-логике. GMS. Тоже стандарт. GnDi. GCA. Но почему-то вот тут возникло множество конкурентов. На решение одной задачи возникло множество разных фреймберков, которые между собой в странном отношении. Все сильно ухудшается тем, что они непременно опускают новые версии. Каждый полгода. Как война броузеров. Ты пишет версии. Уже 10-й, Firefox, 11-й. Здесь тоже самое. Куча фреймберков между собой соревнующихся. Но концы фиксированы. Вот насколько я понимаю, Microsoft зафиксировала не только концы, но у них и вот этот стэк достаточно фиксированный. То есть когда .NET собирается писать в G2E приложение, у него сразу весь стэк прописан. Хочешь сохранять? Нужен RRM фреймбер? Какой-то .NET есть. Работать с данными есть. Диэрить вью есть. Писать безусловку есть. Посылать сообщения есть. Поэтому .NET как бы меньше. Ну вот я не знаю почему это, но у джаристов вот тут конкуренция намного больше. Причем самое глупое, что конкуренция между бесплатными приложениями. То есть капиталистические отношения к полному коммунизму. Ну честно, я не понимаю, бесплатно с кем-то конкурировать, ночами работать. За поддержку. Идеально спортивный. Нет, это реально, потому что есть компания, которой нужна поддержка. И они вот выбирают, а дальше приходят, дайте нам бесплатную поддержку. Ладно, давайте закончим лекцию. Все.